Всем привет, уважаемые леди и джентльмены! Мы будем сегодня с вами на ютуб-канале Боттербин слушать продолжение похождений бравого казака, который на этот раз схлестнулся с самим графом Дракулой. Итак, как казак графа Дракулу напоил. В давние времена в далекой земле румынской в горах Карпатских стоял черный замок. Все жители крестные за семь верст его обходили, потому как жил там ужасный вампир граф Дракула. Заманивал он к себе одиноких путников, да и сосал у них кровушку. Нет, не сразу, знамо дело, он же граф. Стало быть, культурою не обиженный. Благородных статей. Опять же, воспитание приличного. Поначалу всегда накормит, напоит, спать в постельку чистую уложит, свечку лично задует. Как же без обходительности! Это уж потом, как стемнеет окончательно, да уснет гость, разомлевший. Тут он и кусаться полезет. Опять же, по-благородному, без насилия, так, придушить слегка, в глаза посмотрит Эдак со значеницем, и уж тогда в шейку белую зубищами-то и вонзает. Ему что мужик, что баба, что дитё малое, всё без разницы. Насосётся себе крови и в родной гроб спать, отдыхать, завалиться. Уж такой вот был малоприятный злодей, прости его, господи. В те поры шёл себе до дому казак. Издалека возвращался он из плена турецкого. Оно, конечно, в Турции-то потеплее будет, и фрукты, и курага, и жён хоть целый гарем иметь можно. Ну вот, потянуло домой человека. Поломал он стенку в тюрьме турецкой, форму свою назад взял, шашку верную забрал. Хотел, было ещё чего попутно разнести. Да, турки отговорили. Мол, иди отселя, добрый человек, никто тебе препятствия вчинить не будет. А минореты ломать тоже не дело. Всё ж таки культурно-историческое наследие. А дороги-то и не указали. Может, оно не со зла, конечно. Да только рано или поздно заплутал казак. Крюком срезать хотел. Да видать, свернул не в ту сторону. Долго шёл, матерился, но как-то вышел себе к закату солнышко на тропиночку мощёную, а впереди, на горе высокой, здоровенный такой замок стоит. Сам весь чёрной архитектуры романской, и вороны над ним кружат с мышами летучими вперемешку. Казак душа добрая, общительная. Дай, думает, зайду рюмку чая выпить. Поздороваться. Его ж и не предупредил никто, что в замке в том живёт гроза Карпат. Сам бледный граф Дракула. Да он бы и не поверил, покуда сам не налюбовался. Однако сказка не кот, чтобы её зазря за хвост тянуть. В общем, постучал казак в ворота резные дубовые. Отворились двери без скрипа. Шагнул на порог, а там темно да сыро. А из-под ног только мыши серые так и прыскают. Подивился казак, усы покрутил. Глядь, поглядь, а в конце коридора-то огонёчек светится. Пошёл туда, а двери за спиной сами собой закрываются. За совами лязгают, замками звенят. Путь к отступлению отрезают напрочь. Идёт себе казак. Шаг печатает. Козырёк с глянцем. Походка танцем. Портупея скрипучая. Щетина колючая. Не брит три дня. Плохо. Так везде ж без коня, пёхом. Доходит до большущей залы красоты неописуемой. Люстры горят хрустальные. Стены повсеместно картинами извешены. Посредине стол богатый, закусью разной, щедро уставленный. А в уголочке на табуреточках чёрный гроб стоит. — Здорово вечеряли, хозяева! — поклонился казак. До тока не ответил ему никто. — А не будь сель в претензии, коль я от щедрот ваших слегка откушаю. Не пропадать же христианская душе под вечер без провианту. Уж не объем, небось! Сел он за стол, перекрестился. До тока первую рюмочку водки налил, как гроб чёрный вздрогнул явственно. Пожал плечами казак. Шашку на колени уложил поудобнее. В те поры слетает крышка гробовая об паркет с жутким грохотом и встаёт из красного бархата красавец-мертвец типажу вампирского. Высок достроен, костюм ладноскроен, ликом бледен, недужен и два зуба наружу. Я, говорит, хозяин сего замка, бессмертный граф Дракула. Но ты меня покуда не бойся. Можешь есть, пить волю. Я позднее ужинать буду. Благодарствуем, граф, казак кивает. А тока бояться тебя у нас резону нет. Вот она шашка златоусовская, клеймёная. Тока пальчиком помани, сама из ножен выпрыгнет. А-ха-ха-ха-ха. Демонически это граф хихикнулся. Да разве ж мою бессмертность обычным оружием поразишь? Ну, попробовать-то можно? Изволь. Подошёл к казаку граф Дракула. Плащ чёрный с изнанкой красную распахнул. Манишку белую предоставил. А сам глазом хитрым мигает насмешливо. Дескать, бей, руби казачина. Аить казака-то и... Самого интерес берёт. Ткнул он графу в пузо тощая. Шашка возьми со спины и выйди. Стоит вампирская морда. Хихоньки-хахоньки строит. Казак клинок назад потянул. А на лезвии вишь хоть бы капля крови. Так, пыль одна. А всё потому, что кровью чистою я сам пропитаюсь. И зато сила мне великая дана. Могу одной рукой хоть пятерых казаков победить. Взял граф со стола вилку железную. Да и скатал в ладошках шарик ровненький. А сам всё ухмыляется. Ешь, пей, гость долгожданный. Как ты закончишь, так я начну. Казак силою спорить не стал. Кто ж голым задом гвозди гнёт? Налил с горя, налил ещё. А на третьей чарке водка кончилась. Огорчился он. Что ж за гостеприимство такое? И полчасика не посидел, а уж выпить нечего. Как нечего? Возмущается Дракула. Вон, а вино, коньяк. Да пиво пей хоть залейся. Баловство это всё, поясняет казак. Винцо слабое. Хоть до утра пей. А ни в голове, ни в... С пива только в сортир каждый час бегать. Коньяки клопами да портянками пахнут. А вот нет ли водочки? Осерчал вампир румынский. Стакан хересу разбавленного хлопнул. Да и самолично из подвалу бутыль литровую принёс. Усидел её казак за разговором. Ещё требует. Подивился граф, но спорить не стал. С двумя бутылями возвратился. Казак уж повеселее глядит. Фуражку на бекрень заломил. А некдотами похабными турецкими хозяина почует. Час, другой, а нет водки-то. Граф со стыда сам не свой. По щекам бледным румянец пополз зеленоватый. В третий раз побежал пол-литру добывать. Спешит, спотыкается. Вишь, до рассвету-то недалеко. А он всю ночь не сжрамший один херес на пустой желудок. Идь, развезёт же. А казак, знай, своё гнёт. Он, может, последнюю ноченьку гуляет на свете. Так, наливай, злодей, за Русь-матушку, за волю вольную, за честь казацкую до краёв пополней, не жалей. Всё одно помрём. Чё ж скупердяйничать? Истомился граф. Колени дрожат, кадык дёргается изо рта. Слюнки бегут, на манишку капают. Не могу больше, — говорит, — сей же час крови чистой хоть глоточек да отведаю. А казак после четырёх литров беленькой тоже языком натужно водит. Наливай, не жалко. Угостил ты меня. На славу ни в чём не перечил. Потому и я тебя за всё отпочую. Сам своей рукой шашку вытянул. Да по левой ладони полоснул. Полилась кровь тёплая, красная, густая, казачья, прямо в рюмку хрустальную, как увидел сия вампир Дракула. Пулей к столу бросился, рюмочку подхватил, да и в рот так и замер сердешный. Глазоньки выпучил, ротик расхлебянил, из носу острого пар тонкой струйкой в платок засеменил, а в животе бурчание на весь зал. Потом как прыгнет вверх, да как волчком завертится. Сам себя за горло держит, слова вымолвить не может. А только ровно изжога, какая у него внутри поедом ест, зубьями кусает, вздохнуть не даёт. Кое-как дополз до своего гроба чёрного, крышкой прикрылся и в судорогах биться начал. «Без объяснений!» Помолчал казак, протрезвел, сидит как мышь, свою вину чувствует. Глядь, а за окошком в щели узкие уже рассвет пробивается. Встал он тогда, руку салфеткой перевязал, к гробу подошёл, прощаться начал. «Уж ты извиняй, светлость графская, ежели не потрофил чаем. За хлеб, соль спасибо, а только что ж тебя горемычного так-то перекорёжило?» «Да не хрен столько пить, скотина!» Из-под крышки донеслось истеричным голосом. «Я и чистую кровь пью, а у тебя, заразая, после четырёх литров, такой коктейль образовался. У меня всё нутро огнём сожгло. На три четверти водка совесть-то есть у тебя!» «И впрямь нехорошо получилось», — пробормотал казак, поклон поясной отвесил, да и пошёл себе. Благо, с рассветом и двери на распах открылись, а только одну бутылку водки с собой втихаря приобмыслил. На всякий случай, вдруг ещё какой-то другой вампир по пути попасться решит. Ну а нет, так хорошей водочкой возвращение в края родимые отметить. А граф Дракула, говорят, с тех пор только кофеином и лечится. И о казаках вспоминает исключительно в матерной форме. Уж такой он малоприятный злодей. Прости его, Господи!